День Победы – особый праздник для Галины Андроновой. Великая Отечественная война отложила на её жизни незабываемый отпечаток. Галина Николаевна во времена тех страшных событий жила в Ленинграде. Когда началась блокада, ей было три года, и всю тяжесть того времени совсем девочкой ощутила на себе. Мама ходила в райком после работы вечером, чтобы мыть котлы, чтобы пенки собрать и принести домой. Вот так вот мы иногда питались. Чистила картошку там, и то говорили, срезайте потоньше, а то я не возьмём, больше не пригласим. Ну, это очистки для того, чтобы сделать котлеты. В те времена Галина Андронова не может забыть, но помнит она не только плохое. Самый лучший и счастливый момент тех лет – это День Победы. У меня мама выписалась из больницы, и мы с ней встречали День Победы. А потом ещё шли солдаты с войны, и женщины все встречали, все высыпали прямо на улицу, на Кировском проспекте. Все прямо там обнимались, целовались. В общем, такой день был необыкновенный, а вечером был салют. С наступающим Днём Победы Галину Андронову поздравили представители регионального фонда социального страхования. Цветы и подарки Галине Николаевне вручил управляющий пензенским отделением Михаил Буданов. То, что мы здесь с вами находимся сейчас, глубоко символично, потому что вы, как и десятки тысяч других граждан, в числе которых была и семья нашего президента России Владимира Владимировича Путина, пережили блокаду Ленинграда, выстояли, победили, не сдали горы. От себя и от своих коллег вам, прежде всего, здоровья, душевной теплоты родных и близких. С праздником ещё раз, Ленина Николаевна. Такие поздравления в преддверии Дня Победы получают ветераны Великой Отечественной войны ежегодно по всей стране.